Склонны ли борта карьера удачны к обрушению? Происходит ли их смещение? Если да, то в какой части? На эти и другие вопросы даст ответ компания «Генезис». Она уже не первый год ведет наблюдение за этим объектом. После завершения открытых горных работ наблюдения продолжаются. Зачем это нужно и какие результаты уже получены, узнавала Ирина Балкова. Целика – это некая кровля, которая не допускает проседания. Система разработки трубки удачной подземным способом предусмотрена так, что между карьером и подземкой не оставляются целики. В связи с этим, чем глубже будут спускаться подземщики, тем больше будет проседать дно карьера. Соответственно, его борта будут изменять свой конструктив. Карьер подземкой будет также отрабатываться все ниже, ниже, ниже. Будет развиваться фронт горных работ. В соответствии с этим будет проседать дно карьера. Там образуется так называемая подушка, рудная или рудопородная. Вот и с понижением фронта работ, с понижением этой подушки, система отработки подразумевает собой, что борта карьера будут потихоньку сдвигаться и осыпаться. В 2015-м компания «Генезис» приступила к космомониторингу бортов карьера удачной. Работы проводятся два раза в год – весной и осенью. А процесс наблюдения за земной поверхностью довольно прост. Устанавливаются реперные станции. Это металлические трубы, которые забуриваются на глубину порядка 16 метров именно в коренную породу. На поверхности труб монтируются датчики, которые и подают сигнал на спутник. После данные отправляются в Институт Якутни про Алмаз. И уже лаборатория геомеханики Института Якутни про Алмаз уже смотрит, что происходит с бортами. То есть «Генезис» дает отчет и показывает, что предыдущий цикл репер стоял здесь. В этом цикле он сдвинулся, например, вперед. Следующий цикл, он может вернуться назад, потому что, хоть и вроде как кругом одни камни, но на самом деле, если посмотреть, как в себя ведут борта, то есть они и сходятся внутрь. Но это, естественно, не то, что сходятся, это можете сразу испугаться, что это нет. Там, конечно, это расстояние идет, например, 10 сантиметров, 20 сантиметров. Потом эти же 10-20 сантиметров, например, по осени уходят назад. Если оборудование отмечает какие-то опасные участки, горняки незамедлительно решают все вопросы по их устранению. По тенденции движения этих реперов отслеживается, как себя ведут борта и что они задумали на будущее, так скажем. И сразу видно, если идет периодичность постоянного сдвижения внутрь карьера, значит, этим бортом, этим участком необходимо более конкретное, более частое наблюдение. Породы достаточно крепкие и устойчивые, говорят специалисты. По результатам мониторинга в ближайшем будущем серьезных обрушений бортов карьера не предвидится. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова